13 мая 2021 года здравствуйте дорогие друзья это очередной экстренный выпуск блога святая земля сегодня мы с рафаэлом приветствуем вас у себя дома и этот выпуск мы хотим начать с такой небольшой экскурсии по нашему дому в комнату безопасности это когда сирены звучат но раньше когда звучали сирены все должны были выйти из дома и бежать бомбоубежище так бывает во многих квартирах во многих районах однако в некоторых новых проектов бывает специальная комната защищенная комната которая называется на иврит мамад я честно говоря не люблю эти комнаты обычно них очень душно но они обычно из вот смотрите вот такие специальные железные двери которые как-то закрываются изнутри видите и стены вот железные и воздух там тоже железный но она герметичная эти комнаты были вообще придуманы когда ожидались атаки с адама хусейна с его химическим оружием поэтому главное главный смысл этой комнаты это герметичные абсолютно окна и двери и конечно же то что корпус комнаты сделан полностью из железа то есть предполагает что если дом рухнет то эта комната не рухнет и те кто в ней останут но если конечно из-под обломков вынут то жив будешь и еще такие окна я думаю что она когда звучала сирена ты небось оставила вот все так и забыла что окно закрывает и потом можно еще и так забыла да да я не очень в этом разбираюсь но так вот враги нас не найдут а все ну можно еще вот так так руками да это уже совсем как мусульманская молитва получится у тебя проблема только одна я больше боюсь закрытых мест и у меня кластрофобия и ракет боюсь честно говоря меньше даже когда они летят так что я думаю все таки давай опять откроем окна до душно в этой комнате все дышать пойдем сад дорогие наши друзья вы уж простите что мы шутим но наверное мы так просто снимаем стресс и напряжение потому что конечно как и все жители израиля наша семья находится сейчас в стрессе в стрессе из-за чего ты не знаешь чего ждать ближайший час неожиданно может зазвучать сирена неожиданно могут случиться какие-то стычки прямо у тебя в районе у тебя на улице и мы решили в этом выпуске какие-то 10 минут просто рассказать вам изнутри что сейчас происходит в израиле что происходит на святой земле потому что в прессе в интернете ну всегда есть заказ навсегда журналисты работают на какое-то агентство это агентство преследует определенные какие-то свои там цели и имеет какие-то направления определенные мы же единственное наверное в данном случае место где вы можете получить независимую информацию нам никто ничего не платит мы не никого не боимся ни от кого независим мы говорим искренне внутренний вот взгляд наш показываем говорим искренне и честно о том что действительно происходит делимся конечно своим взглядом понятно но он имеет под собой серьезные основания и огромный опыт жизни в стране на всякий случай для тех кто смотрит вообще первый раз в жизни не знает кто мы такие рафаил родился в израиле не в одном поколении то есть он местный коренной израильтянин русский язык он просто выучил это не его язык не его семьи не его родной никаким образом ну а я живу здесь уже теперь уже без малого 28 лет ну вот первое что мы хотим сказать может быть успокоить вас в какой-то степени что иерусалим пока в смысле ракетных обстрелов страдает меньше чем другие города мы далеко находимся от сектора газы и те ракеты которыми стреляет хамас в общем-то до иерусалима не добираются по окраинам иерусалима не лупят до периодически у нас это тоже бывают сирены но это именно окраина иерусалима конечно есть все равно опасность что попадет в жилой дом или в машину или в человека который вдруг на улице не успел укрыться поэтому конечно вот такие комнаты безопасности у кого в домах они есть а это в основном в домах построенных после 90-го года то есть после истории с садовым хусейном конечно это главная комната в доме после двухтысячных только в 90-е стали строить нет нет ну вот значит я чего-то не знаю после двухтысячных окей но в любом случае далеко не во всех домах есть такие комнаты и нет большинства дома бомбоубежище прости как бы находится не всегда в удобном месте и были случаи что люди как раз или инсульт случилось или ударились или поранились именно потому что нету достаточно бабу бомбоубежище есть просто очень много домов которые были построены некачественно то есть в основном те которые страдают из этого это люди которые или живут в районах и поэтому жалко до или мигранты или зрелитяне которые во многих поколениях просто не было у них возможность вырваться в более как-то скажем так места где более вот приличное жилье ну да в основном там тоже дорого поверьте мне как бы вода квартиры в ашкелон и получит мы не будем может быть те которые не израильтяне даже не понимать что такое ашкелон вообще чем мы говорим давай по порядку страдают от ракетных обстрелов на сегодня хамас выпустил более 1300 ракет по израилю это страдают ашкелон а ждут бершева это города на юге израиля который находится в непосредственной близости к сектору большого редко как бы вот попадали как бы вот всегда были как башки лон а ждут эти места бершева это даже далековато это что-то необычное что в этот раз как бы они попадают туда также попадали даже док фар саба который в принципе это уже север это уже как бы в сторону кейсари ну и конечно тель-авив конечно же это герцелия это рома аромат ган это то есть это центр страны так называемый или территорию гушдан то есть то что оба лам средиземного моря вот эта часть целая область центральную область гушдан называется на и там для газы ближе расстояние поэтому конечно они страдают больше всего но раньше как бы они редко отправили прямо дерзнули прямо как бы вот до бен-гурьоны все последний раз что они стреляли в сторону тель-авива это был по моему 2000 какой 14 или мы как раз летели тогда из сербии и не могли сесть самолет не сажали потому что был обстрел из газы и мы 45 минут там уже всех начало тошнить весь самолет то что мы летали просто кругами над средиземным морем по очень маленькому радиусу была потому что воздушная тревога в бен-гурьоне то есть летела ракета но наши противоракетная оборона железный купол называется сбила кстати в этот раз по непонятным пока что причинам но все больше случается неполадок в этой противоракетной системе и очень много ракет израиль пропускает и они приземляются на жилые дома на автобусы взрываются машины это происходит в ашкелоне аж доди просто там и не страшно подумать у нас там есть близкие друзья и живут и это конечно очень очень за них тревожимся потому что там действительно реальная очень сильная опасность адапт от обстрелов в иерусалиме этой опасности нет то есть у нас есть другие опасности которых мы сейчас поговорим намного на самом деле более серьезные да потому что вопрос газы в принципе можно израильской армии в принципе сильная и можно эту проблему решить другое дело что вот мой народ очень любит себя чувствовать что как будто вот нас хотят уничтожить мы несчастные мы бедные но в принципе израиль это довольно сильная как бы вот страна как бы который имеет свои технологии военные другие и бизнес элита и все как бы это не какой-то действительно несчастный то есть газа проблемы я уверен что израильская армия может решить проблему в газа но проблема другая у нас как бы что мы можем сейчас уничтожить из-за того что потому что у нас плохие соседские испортили соседские отношения в то что называется смешанных городов например бывают города где живут только евреи в основном только евреи маленький процент арабов или вообще не живут арабов раана на город где живут только евреи но бывают города где живут и арабы и евреи такие города как например берсева как лида как я фака как вот ну короче герусалим это залет кана галилейская смешанные до кадра это по пути но в саму кана живут только арабы но неважно и вот эта проблема который нельзя решать потому что израиль сейчас не может просто как бы вот я не знаю арестовать убить запретить всех арабов тем более которые бит израильское гражданство это невозможно мы с вами сейчас представим такую жуткую картину конечно не дай бог но вообразим что вот израильская авиация прилетит и исполнится мечта всех без исключения правых не только правых ну я представляю я живу ваш доди у меня все трясет как бы вокруг дома и я хочу блин как бы чтобы вся газа бы вообще не существовало это понятное желание у людей как бы но страны не могут так действовать как бы но допустим решили проблему с газа до летели облетела авиация разбомбила уничтожила газу все газа стерта с лица земли а куда мы денем 300 тысяч арабов в иерусалиме куда мы денем половину лода лида город георгия победоносца да где живут арабы яфа хайфа мы что из всех городов будем зачистку устраивать как в чечне как бы каким образом вы уберете это что вот сейчас происходит самое страшное почему мы назвали наш выпуск выпуск гражданская война в израиле это не fake news это так и есть начали происходить страшные погромы вот в этих смешанных городах уже на улице вышли не арабы против армии израильской или полиции что не новость для нашей страны а вышли соседи против соседей то есть те города где десятилетиями жили мирно евреи и арабы работали вместе торговали вместе вместе хумус ели вместе курили кальян вот сейчас они жгут друг у друга машины убивают друг друга они творят такое что в лиду вошли войска вы представляете себе вот те кто из вас были в паломничестве может быть выруса в на святой земле наверняка вас возили в храм георгия победоносца в лиде но наверняка это во всех программах вы представляете что там город а эвакуировали всех еврейских жителей оттуда он оцеплен полиции и в него вошли войска израильской армии там где палестинская автономия рядом с аэропортом это рядом пять минут от там арабо-израильтяне граждане израиля то есть это не палестинская автономия и такой же ужас творится в яфу да где напомню про яфу это где подворье святой праведной тавифы где вы может быть помните русский храм до аку замечательный ресторан ури бури это такой очень милый человек в старенький уже совсем он и израильский такой шеф-повар очень талантливый рыбник он всегда работал с арабами они у него и на кухне готовили и с ним торговали он же покупал у них рыбу и все он сам рыбак с большим опытом но это целая эпоха ури бури это для израильтянами местного это как целый мир такой да вот ему сожгли ресторан и при том когда он позвонил то не выехала пожарная и сказала нам некогда этой ерундой заниматься понимаете то есть человек 85 лет остался во-первых без ничего то стычки в хайфа рядом у них нет у них нет времени надо в хайфе там спасать людей то есть представляете то есть сейчас творится ужас что страна горит и это гражданская война и ты мне говорил уже у нас в районе тоже в иерусалиме хотя в иерусалиме пока пока стычки идут только между арабами и полицией и армией в основном весь сырбор из-за храмовой горы израиль не выходит не выводит войска с храмовой горы вот упёрто да и там идут бои да не дай бог сейчас идти в старый город сейчас ходить лучше не надо особенно в мусульманскую часть дамасским воротам к львиным воротам которые приближены к храмовой горе у нас даже отменили занятия музыкальной школе в старом городе да да но были отдельные нападения не так чтобы но целые таки надо просто объяснить что в лиды были просто целые толпы людей которые стали стучать людей в дом как бы пустить и хотим вам морду быть как бы убить вас как бы то есть такого в иерусалиме не было но последние месяцы скажем так бывают отдельные такие подростковые как бы стычки где просто ребята могут увидеть арабы как бы центр города он один как бы они нападут на него будет его бить как бы вот до смерти как бы так что это бывает я не хочу вас то есть мы с она живем и живы здоровы но в принципе как бы ситуации в иерусалиме как бы вот даже когда здесь тихо это в принципе довольно тревожно мало ли какие-то яростные ребята евреи или арабы они даже могут кто-то видеть меня нет не разобравшись как бы но я не знал и какие-то хулиганы евреи подумают что я ну не знаю какой-то вот араб или арабы подумать я какой-то поселенец еврей как бы уже нет небезопасно как бы и в нашем районе группа ребят из арабской деревни близлежащие пришла в район но полиция их остановила и развернула обратно то есть в общем то опасность вот этого скажем линча опасность вот этих погромов просто на уровне уже соседей реальная уже в русале это хуже родах это уже идет да и если вы интересуетесь тоже паломничество туризма то есть то есть получается все города которые связаны даже если сейчас откроют и пустят вас спутником и из прививка и все но уже вот это вот гармония но не гармония но я бы сказал какой-то определенный мир который был в этих городах и главное туристический и паломнические достопримечательности находится именно в этих городах где сейчас как бы вот этот мир нет и нам премьер-министр обещает что это надолго готовьте да очень страшная ситуация что вмешалась россия и попыталась миротворческими целями как-то до пресса и говоришь хамас и россия довела переговоры с хамасом это означает россия вмешалась с миротворческими целями и хамас хамас согласился на перемирие но израиль сказал нет то есть видимо здесь это это страшно выговорить но здесь уже интересы не народа а интересы политиков потому что менями на таняху как я тогда пошутила победил свой народ на четвертых выборах да действительно но он коалицию создать не смог и сейчас происходит некая такая как бы скажем странная очень ситуация в израильском правительстве либо бениамину натаньяху надо идти на вторые на 5 за два года выборы да либо он должен быть в как бы коалиции в тандеме с гансом который был у нас главнокомандующим израиля теперь он министр обороны израиля и это такой знаете вот абсолютно военный человек абсолютно непримиримо военный человек при том для которого война не побоюсь этого слова это его профессия и бизнес и он ушел в политику именно для этого и соответственно сейчас если бы был один биби я не голосовала за биби и я мы вообще ни за кого у нас нет представителя в правительстве который бы нас устроил да я много имею претензий к биби его политики но в данном конкретном случае я знаю что если бы он был сам он бы пошел на перемирие потому что в принципе во все предыдущие конфликты наш премьер-министр уже у нас уже сколько сроков сидит данных 20 лет уже он конечно бы примирился он вообще за бизнес за развитие торговли за то чтобы арабы брали из судов банки строили себе виллы ходили в торговые центры тратили свои деньги то есть он за то чтобы держать их так сказать в их капитализм в их как бы отведенном им месте но чтобы они участвовали в капиталистическом росте жизни страны это тоже не лучший вариант но хоть какой-то как-то хоть как-то да а сейчас он идет на поводу у этого ганса потому что только тогда у него будет шанс два года он управлять страной два года ганс они решили разделить четыре года срок до у нас это жуть потому что это интересы просто конкретных людей такого чтобы хамас пошел на перемирие израиль сказал нет такого в жизни не было то есть это действительно новое и нам уже обещала наше правительство что готовьтесь это будет надолго они хотят якобы как они говорят решить вопрос раз и навсегда железным кулаком это очень красиво выглядит как пропаганда особенно для российских для русскоязычных израильтян которые жили в советском союзе а потом сразу жили в израиле да то есть соответственно такая политика для них понятно но только на практике израиль это не советский союз здесь совсем другие народы живут другая ситуация историческая и это не получится это надо для этого будет просто зачистку делать ходить по домам ты араб пуля в лоб да то есть вот а как ты уберешь тут половина населения страны арабская ну куда ж ты денешь ты их всех и если ты попробуешь их просто напугать они не напугаются потому что ну потому что уже мне кажется другое поколение сейчас мы так просто заткнуть их если просто уничтожить газу все сидите тихо нарастет новый хамас вот больше ничего да то есть когда ты унижаешь человека давишь его потом против любой силы есть другая сила согласитесь да это просто простая логика даже не применимы к израилю да к любой стране наверное когда человека очень долго унижают он в какой-то момент дает ответный удар или просто хотят довести все до такого хаоса до такого кипения чтобы люди уже добровольно доверили уже себя какому-то искусственному интеллекту чтобы был порядок все мы хотим все быть и типизированы пусть великий порядок нам все делает вот если вдруг у меня там негативное настроение у меня будет тип 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 тип